В Пинске прошло архиерейское освящение Нижнего предела церкви Рождества Пречистой Девы и престола храма святого равноапостольного князя Владимира, в котором принял участие архиепископ Пинский Лунинецкий Стефан. Мы с вами стали свидетелями очень значимого священнодейства для верующих нашего города освящения Нижнего предела храма Рождества Пресвятой Богородицы. Это, без преувеличения сказать, таинство совершилось впервые с 2001 года в нашем Пинске и которое знаменует собой возрождение на месте Древнего Лещинского монастыря вновь духовной жизни, центра просвещения, центра культуры. Церковь находится у реки, недалеко от городского парка. Строили на месте Лещинской горы, где несколько столетий назад стоял монастырь. Лещинский монастырь только официально известен с середины XIII века. Но, как гласит предание, основан он был самим великим князем Владимиром, крестителем Руси. Именно в честь великого князя нижний предел храма получил свое наименование. Этот храм по-своему уникален. Церковь Рождества Пречистой Девы является собой круг, символ вечности, символ бесконечности бытия Божия, бесконечности жизни человеческой души. Этот храм единственный в своем роде, этот храм единственный не только у нас на Полесье, этот храм единственный в нашей республике. Приняли решение о строительстве церкви в городском парке 10 лет назад. Уже 7 прошло с момента закладки первого кирпича. Работу по возведению доверили Пинскому стройтресту номер 2. Строительство велось за счет пожертвований. Уже в 2014-м в городском парке засияли купола, но с прошлого года работу приостановили из-за отсутствия денег. Необходимо более 100 тысяч рублей, чтобы новая церковь открыла двери для прихожан.